МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся» программа о том, как избавиться от одиночества. Сегодня у нас невеста и три жениха. Чемпион банного искусства Пётр, спортсмен с деловой жилкой Сергей и настоящий друг Александр. А невеста у нас Ольга. Давайте посмотрим. Ольга 26 лет. Её возлюбленный был алкоголиком. Терпела его выходки до тех пор, пока из-за него не попала в аварию. Решила, что это знак и ушла. Ольга учится на телеведущую, знает итальянский язык, готовит здоровую пищу и занимается фитнесом. Верит в космических пришельцев и каждый день читает молитвы. Мечтает о шикарной свадьбе в Доминикане. Ольга считает, что настоящий мужчина должен иметь дом на Рублёвке, работать в нефтяной или газовой компании и получать полмиллиона рублей в месяц. Только такому мужу она готова стать музой. Давайте встретим Ольгу. Мы ждём вас. Здравствуйте, пожалуйста, проходите. Жизнь соответствует фото. Красавица. Вась, к тебе сразу, как профессионала, вопрос. Может быть, Ольга не замужем до сих пор, потому что слишком материальная? Я абсолютно уверена, что дело не только в этом. Мне кажется, что Ольга не то, чтобы преувеличила свою материальность, преувеличила свои представления о мужчинах на настоящий момент. Наверное, не встречался тот, кто и вызвал бы её живой интерес и одновременно для которого она явилась бы такой путеводной звездой. Но при этом тот, кто смирился бы с её действительно не меркантильностью, а, скажем, расчётливостью. Интересная девочка. А, Роза, а на твоём рынке какая у вас требованность невесты нашей? Ну, невестка, конечно, хоть куда. Красивая, молодая, ухоженная. Вот, правда, не работает, это плохо, потому что на салон красоты дорого ведь это всё это. Машина у вас есть дорогая, хотя квартиру снимаете, да? Да. И требования у вас какие-то запредельные. Нет, у меня требования не запредельные. А так вообще ничего. Надеюсь, что мы сейчас с рукой и выйдем. Как это не запредельно. Послушайте, ну, озвучили и здорово. Зачем же в отказку-то? Нет, ну, на самом деле... То есть вы не хотите мужчину с домом на Рублёвке? Я хочу в первую очередь, чтобы мужчина был моим единомышленником. А он будет единомышленник, но зарабатывать вообще не будет, потому что будет сухую корочку питаться. Нет, потому что он не зарабатывает, он не имеет деньги. А деньги, в первую очередь, это свобода наша. И я бы хотела, чтобы обязательно он был по годам развит. И если он развит по годам, это мой единомышленник, это мой человек. Я, честно говоря, вообще не совсем понимаю. Ну, то есть или человек просто не знает, что ему хочется, или бросается из крайности в крайность. У вас была большая любовь с молодым человеком. Расскажите. Да, мы познакомились, когда я была совсем юна, мне было 19 лет. Познакомились в клубе, и это была моя любовь очень яркая, сильная, жили с ним три года. Потом в дальнейшем я стала понимать, что он склонен к алкоголю. Он был запойный или просто пил каждый день с удовольствием? Нет, все было... Знаете, как у Давлатова, говорит, мой друг пил каждый день, и иногда он уходил в запой. Так вот, я не знаю, ваша друг пил каждый день? Нет, все было достаточно нормально, то есть обычный праздник какой-то, потом этот праздник затягивался на неделю, на две. Ну, ясно. Я пыталась, читала литературу, общалась с другими женами, как-то хотела его закодировать. А вам зачем это было? Он в жене был вашим мужем. Ну, это была моя любовь, это была моя половинка. А что в нем было такого прекрасного? Не знаю, мне было с ним комфортно, я перестала общаться со своими подругами. Он для меня был... То есть, когда он не пел, он был золотой, да? Ну, как золотой, а не золотой, он был мой. Ну, ясно. А кто машину-то купил? Машину мне подарил второй мужчина, мужчина моей мечты, которую я встретила в Москве. Ну, если только за счет других, то она может себя обеспечить. А вы работали хоть когда-нибудь? Да, я работала в юности, когда мне было 18 лет. Сейчас тоже вроде не старость, 26 лет. Работала продавцом-консультантом, и я знаю, что такое тяжелое работа. Да. Я стояла на ногах с 9 утра до 10 вечера. О, тяжело-то. Но образование у вас есть. Образование у меня высшее, экономическое. Ну, как вот первое впечатление? Первое. Да, первое впечатление у меня такое, что она... У нас в Русске так же как-то... Непростая девушка. Расскажите про вторую любовь, которая вот уже была богатой. Да, да, да. Я что-то тоже полюбила эту тему, Рос. Да. А ты? Вас нет еще? Нет, пока. Ты же молодая. Нет, я составлю вам оппозицию. Мы с подругой сидели в ресторане, недорогой ресторан, и напротив сидел мужчина, стал делать знаки внимания, а потом в дальнейшем он... Знаки внимания глазки строить или шампанское? Нет, это он делал знаки внимания. Ну, какие? В дальнейшем он... Цветы, шампанское, что? Да, да, были цветы и шампанское. Официант поднес к нашему столику. В цветах была визитка. На визитке были его данные. Ну, мне ради интереса, я позвонила на следующий день, и мы с ним пообщались. Потом в дальнейшем у нас завязались отношения. После шести месяцев нашего общения, примерно где-то так, он подарил мне машину и деньги вам все время давал. Вы даже скопили на двушку в Свердловске. Да, да, он мне помогал. Квартиру купил, да, ведь? Нет, это не он мне купил квартиру. Не, ну вы скопили же? Ну, правильно, а я всегда говорю, ну, жених женихом, а денежки надо собирать. Главное, вы для намышленника. Скопила. Какая накопительная. И что? Потом время сделало свое дело. Я был женат. Нет, он был женат, и он же вам с самого начала сказал, что из семьи не уйдет, поэтому если вас устраивают такие отношения, помогать будет. Да, да, и я не хотела ни в коем случае рушить его семью. Даже если бы вы захотели, он бы, конечно, семью свою не разрушил. Вы что думаете, одного вашего желания достаточно, когда вы, будучи молодыми, возлюбленными у взрослых, у богатых мужчин, то есть вот так сделала пальцем, он стал вашим мужем? Да нет, я не желаю ни в коем случае. Вам нужна любовь, она, мне кажется, не из тех. Она в вашей стороне. У меня на первом месте финансовая сторона. О чем мечтаете? Я знаю, что вы занимаетесь на курсах, да, телевидения? Я хочу стать телеведущей и хочу выбрать для себя ту работу, которая бы принесла мне, в первую очередь, удовольствие, несмотря на что. А сколько вы уже учитесь здесь? Два месяца. Два месяца? У вас очень сильный говор, вам нужно хорошего педагога по своему лечению. Я работаю над этим. И то, что я говорила, дятел, 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 дятел. Жили минут понапросто не тратим. Вот так разговаривала, как вы сейчас. Ужасно. Ну, избавитесь, если захотите, поставите перед собой цель. А еще что? Хочу себе семью идеальную. Идеальная какая ваше представление? Чтобы у меня был муж, который был, чтобы в первую очередь он приходил ко мне за советом. Чтобы я была для него и любовницей, и подругой, и другом, и братом, и сестрой. Чтобы настолько у нас были открытые с ним отношения, и мы обсуждали абсолютно все. А вы что ему, в свою очередь, предложите? Себя? Очень много у нас именно красивых ведущих, но не замужем. А годочки-то идут. Вы не боитесь? Потому что работать будете... Да нет, не работать, это пахать просто-напросто. Вот под этими софитами сидеть, кожа портится, морщины появляются. А что для вас первичнее? Личная жизнь или вот все-таки работа, которую вы себе наметили? Мне кажется, она говорит одно, а на самом деле в душе ему другое. Так что нужно проверить. О чем в жизни жалеете? Вот за свою прошедшую жизнь, за 26 лет, о чем жалеете по-настоящему? Жалею о том, что слишком много брала на свои плечи раньше. И это сыграло свою роль, и мне от этого больно. А что имеется в виду? Просто нам это важно для того, чтобы вас понять. Наверное, много времени потратили на алкоголика, на этого. Да, вот на это. Не, Сырюшка, мы тебя не отдадим. Сколько лет уже в Москве? Четыре года. Четыре года? А за четыре года есть какие-то сдвиги вообще в карьере, в личной жизни? Или есть ощущение, что топчетесь на одном месте? Нет, нет, я изменилась. Я считаю, я стала лучше, интереснее, качественнее. У нас машина какая дорогая, Лариса. Ну, я не выеду. Мне кажется, она из тех девушек, что... способны не то, что подчиняться мужчине, а быть в семье на втором плане. После рекламы женихи попытаются завоевать сердце нашей невесты. Оставайтесь с нами. Кто наживается на пенсионерах и на их желание оставаться здоровыми и дольше жить? Кто заставляет их, как под гипнозом, отдать все свои гробовые на чудо-приборы от всех болезней? Что вас подтолкнуло купить медицинский прибор? Хочется как бы пожить подольше. И что обещали вам? Сказали, что как бы оно помогает при гипертонии. Все пенсионеры у всех хватает. Вот столько. Что ото всех лечит, да, вот это... Ото всего! Это многофункционально. Любая болезнь, какая у вас есть, я вам сейчас покажу, оттелить. Это лечит глаза светом. Это очки. Вы чувствуете какой-то... Да, помогает. Специалисты говорят, что это все миф, как я понимаю, да? Они не наши приборы покупали. Мы эти приборы не производим. В то время говорила, что он мне не нужен, и почему-то подписала документы на кредит. Они, как правило, выбирают людей, которые подвержены психологической обработке. Я сама через это прошла. Тоже могу рассказать забавную историю. Какой совет? А сегодня всем гипнолог и психолог Николай Захарченко в нашей студии. Встречаем его советы. Приготовьте ручки. Вы смотрите «Давай поженимся» на студии Ольга. Идите знакомьтесь с первым женихом. Удачи! Здравствуйте, Ольга. Привет. Я очень рад вас видеть. Вы очень красивые. Давайте попробуем пообщаться и познакомимся поближе друг к другу. Эти прекрасные цветы для вас. Спасибо. Спасибо. Мы без стеснока. Не знаю. Наш Косян. Это для вас. Спасибо большое. Василькова Василиси. Розовая Рози. АПЛОДИСМЕНТЫ Сначала была Челокова Ларисия. Спасибо. Ее я С Тома очень люблю. Красные цветы. Ты нежный. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Занимается банной реабилитацией. Победил на международном чемпионате по паренью вениками. Чтобы прокормить семью, готов разгружать вагоны по ночам. Первый брак Петр заключил сразу после школы, но взрослую жизнь не потянул. Через 17 лет скоропалительно женился вновь, но с женой диалога не получил. Надеется, что с Ольгой ему удастся построить хорошую семью. Василис, во мне такое ощущение, что наш жених, добившись победы, теряет всяческий интерес. И он, мне кажется, совершенно не способен к диалогу. А ты как думаешь, что там звезды? Отчасти так. Я думаю, что не совсем способен хранить верность в чувствах. Не всегда способен долго интересоваться женщиной так, как она этого хотела бы. Но женщина это чувствует. Не всегда способен мирно выяснять отношения. Увы квадрат Венеры к Марсу и к этому подталкивает. Что-то он совсем не впечатляет. А на твоем рынке женихи вот таким спросом пользуются? Хороший жених, спортивный, красивый, трудолюбивый. Ребенок уже взрослый не помешает, собственно говоря. Руки вам правильно заточены. В общем, брать надо. Да? Петр, а как у тебя получилось, чтобы вы женились прямо по какой-то младости? Ну, близко общался со своей одноклассницей. И, как это вы любите говорить, по залету получилось. Вот. Ну, на самом деле, я испытывал чувство влюбленности к этой девушке. И я, собственно, не собирался жениться на ней. Но как меня воспитали... Да, отчасти было так. Я считаю, что я поступил благородно, как должен был поступить. Я не бросил девушку с ребенком одну. И мы поэтому поженились с ней. Неответственный, раз по залету. Сколько вам было, 17? 18 мне было. Поэтому у меня в голове был один спорт, по три тренировки в день. И, конечно, мне было не до семьи, не до ребенка. И я считаю, что... А чьи в основном родители наставили, чтобы прижалились? Ваши или ее? Вы знаете, там было такое тайное собрание. Я не знаю, как там, что все решилось. Мне настолько было тяжело морально, когда мне объявили об этом свое решение, что я, собственно, был... Ой, дураки. До свадьбы я был в таком состоянии. То есть я ходил по улицам и думал, вот повеситься мне на этом столбе или пройти дальше. И вы говорите, что при этом были благородным человеком? Василиса, я в этой истории всегда на стороне мужчин. Вы знаете, я... Это девушки должны думать, понимаешь? Лариса, ну и молодые люди, когда тоже не только о спорте, должны думать и о сексе. Послушай, ну дают, бери, извини меня. Вот смотри, она на него смотрит, она прищурилась. Присматривается. Оценивает, ну... Знаешь, прищурь без интереса. Петь, сколько прожил ты в результате с женой спиной? Мы прожили, ну, буквально несколько месяцев. Она просто ей надоела терпеть, да, что меня не бывает дома. Я понимал свою ответственность, да, и я пытался как-то зарабатывать деньги какими-то... Ну, я уже сейчас не помню, какими способами. Что-то я домой приносил, но, конечно же, я был... А поскольку вас женили родители, фактически, родители как-то вам помогли в эти первые месяцы жизни, поскольку они по сговору решили, что вот вам надо на них жениться. Да, Василиса, даже если бы помогали. Ну, он парень молодой, у него совершенно другая жизнь, тем более спортсмен, тем более тренировки. А та, видать, пилила, что у нее токсикоз, ей надо с ребенком, а Петя где-то там гуляет. Хорошо. Я знаю, что с ребенком общаетесь, с ребенка не бросили, он уже взрослый, 19 лет. Мы с ним в походы вместе ходим. Я даже приблизительно не представляю ее рядом с вот этим вот. А как на второй смогли жениться? Тоже буквально второй день сделали ей предложение. Да, так и было. Значит, дело было так, что мы с девушкой работали на одном месте работы. Она симпатичная, вроде какие-то там, хотя не было даже никаких попознавений, близкого знакомства. Она же вас начала обхаживать, там пирожочки вам, курочки жареные. Нет, я вам сейчас расскажу. У нее на тот момент был молодой человек, я тоже был несвободен, когда мы работали. И через какое-то время, буквально, ну, наверное, через полгода, мы в интернете случайно стали переписываться, я стал спрашивать, как дела. Вот. И вдруг я выяснил, что она свободна. Я на тот момент тоже расстался со своей очередной девушкой. Я предложил встретиться. Она говорит, да не вопрос, давай встретимся. Только я за 1200 километров отсюда, от Москвы. Я говорю, ну, для бешеной собаки 1000 километров не крюк. Вот. Сел, приехал. Какой молодец. Вот настоящий мужчина, да? Да. Меня что в ней затронуло очень сильно, как, наверное, на любого мужчину, это забота. Да. То есть мне, она знает, что мне ехать в обратную... Вот такие корошки. ...в обратную дорогу, да. Она мне, я, правда, с утра встал, пока она спала, сбегала там в магазин, приготовила там какие-то котлетки ей, вот. Ну, хотел человеку сделать приятно, да. Она когда проснулась, соответственным образом, мне то же самое, да, собрала с собой покушать. Вот. Ну, и, собственно, меня это зацепило. Я когда домой приехал, я думаю, ну, а что, собственно, тянуть уже, и время подходит. Дураки, боже мой, как вас... Да, я говорю, выходи из меня замуж. ...как вас легко сделать, а, бедный мальчик. То есть, в принципе, каверна бывает, где что-нибудь, точнее, только женщина, да, он, мужчина тоже, раз. У нее лежала в холодильнике курица, срок годности подходил уже, да, и думает, дам с собой на дорогу парня. А тут раз, я думаю, нет, жить столько, но я, боже мой, да. Ну, как вас легко, мальчики, а, боже мой. Да, вот я сейчас ее не вижу, я вижу трещу, а потом закатанные глаза, поэтому... Мы с удовольствием посмотрим. Хотя мне парень нравится, слушай. Да он вообще замечательный. А что с ней не сложилось? Надо было просто узнать человека поближе. Я ни в коем случае не хочу сказать, что она была какая-то плохая, я вообще ни про кого, так не могу сказать. Мне все те люди, с которыми я общаюсь, они мне дали положительный. Хорошо, дайте мне вот это вот прекраснодушничать, я это терпеть не могу. Есть люди хорошие, а есть чистые уроды, поэтому я вещи называю своими нами. Спасибо вам. Вот когда приезжает, говорит, я не об одной из своих 12 женах, не могу сказать ничего плохого. Чего там не сложилось-то? Когда у нас возникали какие-то конфликтные ситуации, я пытался это выяснять сразу, да, я попросил об этом, я это озвучил. Вот, а у нее был такой пунктик в голове, что она просто замыкалась и могла со мной несколько дней не разговаривать. Я не понимаю этого вообще в принципе. Ну все, пускай уже дарит подарок, едет. Может, ей денег не хватало? Может быть, но надо было мне об этом сказать. Я же спрашиваю. А банщик много заработает банщик, да? Ну это вот с Венчиком-то. Он мастер спорта. Проще говоря, да. Я помимо этого еще много другими делами занимаюсь. Скажите, а девушек попариваете так? Я всех парю. С этого нужно было начинать. Ольгу интересует именно то, это бизнес. Ревновала она на вас. Я состоятельно купил у себя. Честно. Петь, говорила, уйди с работы. Нет. В мою работу она не лезла. Никогда, ни разу не сказала. Ларис, я к тому времени только, скажем так, выходил на тот уровень этого мастерства, на которое я вышел сейчас. Мне кажется, она ревновалась. Девчонки, а вы-то с какого боку подружки нарисовались? С бани. Нет, не с бани. У нас вообще интересы, мы спортом увлекаемся. Мы познакомились в одном из поселок. А были готовы? Нет? Были знакомы с его второй женой? Вы знаете, нет. Дело в том, что такой скоротечный брак был. Хорошо. Петь, ваши версии все-таки расстались, потому что друг друга не узнали, слишком поспешили, да? Да, да, я считаю, что так. Он ни слова не сказал про то, что он на данный момент может предложить той же Ольге. Тогда пойдемте, посмотрим сюрприз, который вы приготовили. Проходите. Так, что он там приготовил интересное? Ольга, я хочу для вас исполнить очень красивую песенку, чтобы вы поняли. Мне кажется, она вам понравится. Я хочу скорее заснуть И проснуться рано, 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 и под волчьевой бурана свой порог перешагнуть, и пойти в снегу по пояс. На вокзал, на первый пояс, часовой нарушить пояс, и друг другу нас вернуть. Спасибо вам большое, вы порадовали. Девочки, что вы скажете, Марина и Виктория? Парень прекрасный, глаза добрые, мимика такая трогательная, очень романтичный, песня душесчипательная, замечательная, но не хватает силы духа, вот той самой мужской силы духа, за которой вот хочется идти и которая Ольгу вот сподвигнет на подвиги, на ее те самые, на которые она способна. Такая прям подружка, смотрите-ка на нее. У каждого человека своя душа, и кто как себя повел в той или иной ситуации, нельзя судить. Активный парень, спортом занимается, думаю, сейчас, и они найдут общие интересы. Что вы увидели? А мне понравился, очень открытый, общительный, простой, и в то же время знает, что такое. Очень глубокий, анализирующий молодой человек, который в 37 лет делает выводы, учится на своих ошибках, и с таким чувством собственного достоинства. Посмотрите, как он общался с Розой, со мной, с Василисой, как он отвечал на вопросы. Он был с нами в диалоге, как он внимательный, как он на вас смотрел, о чем вы говорите. Мнение не изменилось после встречи. Ты знаешь, да, для как-то к ней проникся. Ну, Петень хороший, конечно, но никто не вести пришел, ни эта женщина может оценить. Вот я так скажу, Петя вот для другой женщины совсем. Мне кажется, Петр очень точно выбрал формат сюрприза для того, чтобы произвести на вас впечатление. Ему это удалось. Знаете, не всегда, когда мужчина мягкий внешне и говорит правильные слова, не всегда он является прекрасным мужем. Вот в случае с Петром он прекрасный друг, но в мужьях с ним сложно. Если ты приходишь к такой холодной светской красотке, а потом ждешь от нее, что она тебе будет на дорогу курицу заворачивать, ну, вы не из тех женщин, которые будут курочку с собой в дорогу класть. Ну, честно, давайте. А я не холодная, я, наоборот, очень теплая. Мне кажется, когда она пытается войти в образ, у нее, она создает за себя мнение намного хуже, чем нежели она сама в душе. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Ольга. Идите, знакомьтесь со вторым женихом. Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, Сергей, с кем вы пришли? С пруга Яной. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сергею адрес сайта, на котором были размещены фотографии его возлюбленной в откровенных позах. Ее оправдания оказались неубедительными. Надеется, что Ольга – порядочная девушка. АПЛОДИСМЕНТЫ Василис, в чем причина одиночества с Сергеем? Может быть, он просто так к маме привязан, что у него ни на кого больше энергии не хватает? Уверена, что это не так. Мама здесь совершенно ни при чем. Сергей вообще нуждается в девушке более классического типа. Ну, может быть, не в кринолинах, не в таком представлении. Но точно более строгих нравов, чем позволила себе подруга. Мне кажется, они друг другу по статусу больше подходят. А Роза? Хороший жених, возраст как раз подходящий. Обеспеченный он там салон, красоты у него есть. Без куска хлеба не отстанется. В принципе, он такая красавица, как музой будет. Правильно? Чтобы квартиру заработать, машина есть уже. А с мамой договориться всегда можно. Так что хороший жених. Сереж, может быть, вдруг просто вам завидовал и прислал фотографию, а это была реклама солярия какого-то или, может быть, модного курорта. Это вряд ли, потому что это сайт знакомств. Человек просто вел двойную жизнь. Ну, а как она могла этим заниматься? Она что, не подозревала, что это может, ну, не знаю, открыться? Ну, потому что я на подобных сайтах не сижу, потому что мне некогда, я занимаюсь работой. А она немножечко еще и продавала себя, да? Ну, по всему, видимо, я подробностей не знаю, но фотографий было мне достаточно. То, что человек, который должен быть рядом со мной и... Ну, она, говорит, как-то пыталась оправдаться, наверное. А какие-то могут быть оправдания? Ну, она прямо вот писала, там, размер такой-то, вес такой-то, стою, там, вот эта вот услуга стоит, там, 15 рублей, это 27 рублей. Ну, она говорила, что это как будто просто просили ее для рекламы, там, салонные и все тому подобное, но она на самом деле работает, маникюр делает. А вот, смотри, более заинтересованный взгляд к нему, чем к Петру. Здесь, по крайней мере, интерес появился. Вам 29 лет, это прямо вот единственная была вот такая у вас история? Нет, не единственная, почему. У меня была еще любовь, наверное, одна, вот, настоящая девушка, познакомился, она из Казани. Познакомился с ней в Турции на отдыхе, завязался такой курортный роман. Он так провели целую неделю. Потом в аэропорту, когда я уехал, а у меня был следующий рейс в Татарстан, уехал в машине, по-моему, что мне чего-то не хватает. Я позвонил, говорит, давай еще раз съездим отдохнуть. Ну, вот мы через две недели купили еще раз путевки и поехали в тот же отель, вот. Проводили там две недели вместе. И как-то так завязался роман, вот. Ну, потом начинал узнать, чем она занимается. Она занималась, я юрист, вот. А на самом деле, когда я прилетел в Казань, ну, тогда уже начало все выясняться, кто она. И кто она оказалась? Дочь богатых родителей и дочь одного из... Жена одного из, как сказать, авторитетных людей Казани. Увляпался парень, а? Ну, я не знаю, мне кажется, это замечательно. В смысле, если люди друг другу понравились, ну, потом не сложилось. А какая разница, где они встретились, правильно? Ну, и вы отступились, не стали с ней бороться? Пытался, вот. Вот, ну, мы после этого продолжали очень, где-то год-полтора общаться. Я езжал в Казань, соответственно, к ней. Как любовники, да? Ну, а как кто? Нет, как друзья, может быть, если там муж приводит. Это вы задавали ей вопрос, зачем она при живом муже? А у них... Он старый был. Ну, у них разница в возрасте, да. И... Ну, влюбилась. Они жили в разных квартирах, но поскольку у них совместный ребенок, соответственно, у них семейный бизнес с мужем и с отцом. Ну, влюбилась. Все очень связано. Влюбилась в молодого парня. Представляешь, как вот ему чувствовать, что им воспользовались. А добрение мамы обязательно будет, да, вот при выборе жены? Я думаю... Если не понравится ваша девушка маме. Вообще в нашей семье, да, и, ну, в плане отношений с мамой, я принимаю в основном все решения я. Вот, поэтому для моей мамы главное, чтобы я был счастлив, да, и... Ну, поэтому решение принимать только мне. Конечно, конечно, он ее привлекает, то, что такой же весь нагламуренный мальчик. Сергей, готовы ли вы поддерживать Ольгу в ее начинаниях стать телеведущей? Не будете ли вы ревновать ее, когда она станет медийным лицом, когда у нее будет очень плотный гастрольный график, она будет возвращаться поздно домой, и на нее будут обращать внимание многие мужчины? Справитесь ли вы с этим? На самом деле я тоже очень творческий человек, вот. И если моя вторая половина будет тоже творческим человеком, будет откроет свой потенциал, соответственно, да, и будет развиваться, то это только плюсы. А к чему вы тяготеете? Какую бы передачу хотели? Или ток-шоу, я не знаю, может быть... Про здоровье. Это мне ближе. У вас есть медицинское образование? Нет. А тогда как? У меня есть гармония внутренняя. Нет, гармония внутренняя, да, но вот вы говорите про здоровье. Тогда в это понятие я вкладываю психология, питание, тренировки. Не обязательно иметь медицинское. То есть здоровый образ жизни вы имеете? Да, да. Хорошо. Я знаю, что у вас сюрприз за столом. Вам никуда не нужно идти и переодеваться, да? Покажите, пожалуйста. Так, все, надоело с ним общаться. Сюрприз. Посмотрим. Просто каждая девушка рано или поздно выходит замуж, да? Это как свадебный подарок, такой сертификат на тату. Я считаю, что это очень подходит невесте, сексуально подчеркивает женственность, красоту. Ну, в принципе, осталось только поставить свою инициалу и фамилию. И если ты сделаешь свой правильный выбор, у тебя будет ты готова этот тату. Спасибо. Нет, но он хотел мне сделать что-то приятное. Видимо, больше ни на что не способен. Ну, ну, в принципе, более интересно. Ничего не придумал, скажем так. Ну, сюрприз. Каждый готовит сюрприз в мере того, чем он занимается в жизни. А где катушка старенькая? Ну, ты посмотри на наляшке. Она уже сделана. Там эскиз уже готов. Так, на ляжке. Да еще какая крупная? Это свадебная подвеска. Может быть, мы хочем ее сделать ближе? Ну, ближе, ближе по духу? Я не знаю. А когда у нее уже будет четверо детей? И целлюлит так будет наплывать на этот банк? При этой подвеске она всегда будет оставаться невестой в любом возрасте. Хорошо. Спасибо вам, вы можете пройти в свою комнату. Спасибо. Спасибо. Как вам, девочки, жених-то? Жених интересный. Молодая кровь играет, глаза горят. Но мне кажется, что немного не готов Сергей к семейной, что ли, жизни. Потому что вот эти татуировки, бантик, вот как сказали, наляшки, ну, не совсем он готов к семье, к детям. Просто знаешь, в свое время ей, наверное, немножко не повезло. И теперь она просто хочет быть более уверена в своем мужчине. Как вам? Я считаю, что интересный человек четко знает по жизни, что ему нужно. Это самое главное, наверное. Мне очень понравилась его фраза, когда он сказал, что ехал и понял, что чего-то не хватает. И вот, наверное, это прекрасно, когда люди умеют понимать и возвращаться к тому, чтобы восполнить это свое состояние. Виша нас заметила, то, что я говорил. Ну, Сережа, пусть нам зайдет лет через десять, когда разбогатеет, собственно говоря, и будет с нормальным достатком, тогда и, соответственно, добро пожаловать, в общем-то. Рад другая невеста будет. Ну, конечно, взрослая, ухоженная, богатая встретила такого мальчишку. Не отпускайте богатые люди, своих жен, потому что вы им вот здесь сидите, нужны им ваши пузо, 300 лет, деньги ваши нужны. А там такие, как Сережка, мальчишки. В Турции, ну и так далее. А вы дураки, думаете, что вас любят. Ну, ты ей однозначно понравилась, ты ее впечатлил. Браки должны быть равными. Мне кажется, вы с Сергеем как раз был бы тот самый равный брак. А вы в его вкусе, чисто внешне. Вы сегодняшний день ничего такого особенного не имеете, кроме молодости и вот такого вида хорошего, прекрасного. И Сергей то же самое. Вы ровня, просто он себя позиционирует проще, чем вы. Если вы сегодня сделаете ставку на семью, на мужа, на то, чтобы рожать детей, и не будете сидеть и говорить, а что, если я стану звездой, а потом гастроли, а вот это все. Не делайте на этом. Станете, станете. Но сегодня другое. Поэтому то, что касается Сергея, прекрасно. У него свой салон, есть стабильный доход. Он молодой, он хорош собой. Мне кажется, вы могли бы прекрасно с ним составить дуэт. Видишь, тебя поддерживают даже идищие. Ты им понравился. Вы внешне сейчас на программе спокойно и выдержанно, но в жизни вы совершенно другой человек. Хотя подруги говорят, что вы теплая и душевная. Вы скорее эмоционально-импульсивная временами. И это проявляется не постоянно, конечно, но вы как не фонтан нежности, точно так же, как и не фонтан эмоций сейчас на программе. Вы просто очень разные. Хороший молодой человек, вы достаточно достойная девушка. Но с астрологической точки зрения, вы два полюса. Поэтому советую. Нет, но они правы подходят по отношению к тому, что какая тебе нужна. Ну да. Впереди у нас третий жених и судьбоносный выбор. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю вам встретиться с третьим женихом. Удачи. Здравствуйте, Ольга. Меня зовут Александр. И я надеюсь на увлекательное общение. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Он немножко расположен, глубоко, он же абсолютно непреспектабельный, абсолютно внешний вид у него такой смешной, он смешной. С кем вы пришли? Я пришел со своими знакомыми, Энжи и Марина. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Александр, 33 года. Программист в английской компании. Любит комедии и научно-образовательные телепередачи. Мечтает побывать в Японии. Признается, что никогда не променяет дружбу на любовь. Родители и друзья настроили Александра против его возлюбленной. Под их давлением решил, что она ему не подходит и ушел. Надеется, что Ольга придется по душе его близким. Поняла, Василиса. Для нашего жениха друзья дороже, чем любовные приключения. Может, в этом проблема? Уверена, что не так. Я думаю, что просто друзья и родственники в той ситуации позволили вербализовать Александру его собственные сомнения в девушке. Думаю, что в нем уже такой червяк, сомнение как-то поселился. Роза, а на твоем рынке что происходит? Ну, жених неплохой, программист. В компании английской, да, Витя? Значит, в Англию могут послать. Тоже, конечно, квартиру снимают. Это минус. Друзей вы тоже слушаете. Тоже, как говорят, не есть, хорошо. Зато родители к родителям прислушиваются. Это неплохо. Так что ничего, ничего. Мы рассматриваем вас. Мне кажется, что она не его формат женщина. Ну, вот это точно. Не подстать ему. А чем она вашим друзьям-то не понравилась? Друзьям или подружкам, с которыми вы пришли? Вы знаете, я думаю, что скорее не то, чтобы не понравилось, потому что мои друзья достаточно корректные люди. Они просто, ну, сказали, что, может быть, вы не всегда вот как-то друг друга понимаете. И один из моментов был, девушка просто сказала, что, в принципе, ей хочется замуж, но она не планирует ни детей, ни чего еще. И она не знает, чего вообще хочет. И если в ее возрасте, наверное, это еще нормально, то мне, наверное, уже как-то вот стоило бы задумываться. Вот вы повезли ее родителям знакомиться. И там что? Я думаю, что им не понравилось то, что, знаете, есть, опять же, да, вот если очень сильно упрощайтесь, два типа людей. Те люди, которые создают, и потребители. Я думаю, что родители просто увидели в ней вот потребителя. Ну, а как они пообщались? Не отдает, а просто вот. Мама резала салат, а она сидела сложа руки, условно говоря. Вы знаете, очень близко к реальности, да. Ну, может быть, она стеснялась? Может быть, но даже если человек стесняется, он же может помочь. Типичный маменькин сынок. Ну, то есть мама губки поджала и сказала, не наша, тебе не нужно с ней. Вы знаете, нет, на самом деле это было буквально в последний день. Они просто меня очень аккуратно отозвали в сторону и сказали, Саша, ты уверен? То есть это вот... Меня молодой человек привел по молодости знакомить со своей бабушкой. Он жил с бабушкой, а родители были за границей. Я села за стол, мне наливают чай, и, знаешь, плохо отмыта чашка с коричневым, с таким вот, от чая. Или там от вам. Я просто автоматом встала к раковине, помыла чашку, и ты села и налила себе чай. Она очень была вежливая. Она сказала, это плохая девочка, брось ее. А сработала? Сработала, он меня бросил. Почему я плохая не хотела кить из грязной чашки? А вторая, тоже я вот так вот салатик-то не кинулась резать, потому что устала я с работы. На диванчик регла, я думаю, пока она режет салат, это не прикорнула. И тоже сказала... Летяйка. Ленивая. На что она тебе? Тоже бросила. Поэтому мамы, они знаете какие? А я и не ленивая, и не плохая. Роза будет за нас, Лариса будет за второго Сергея. А Василиса? Вот Василиса... Не за кого. А как вы ей объявили о том, что вы ее бросаете? Мы просто вернулись из Крыма, я ей сказал, все хорошо, но к большому списку людей, которым кажется, что все не совсем так, добавились еще и родители. Она слакала, цеплялась, не говорила, дай мне шанс. Нет, она просто собрала вещи, позвонила своему другу, уехала. Надо сказать, странно вы объяснили свое решение. К большому списку людей разве в списке дело? Может быть, просто было ей впрямую сказать, честно, дорогая, ты не развиваешься, ты не читаешь книг. Это было сказано раньше. Ну, то есть я ей достаточно честно и достаточно долго приносил книги, рассказывал. А почему? Она в магазин что-то одела, Александр? Нет, она сидела дома, ковырялась в интернете и, наверное, все. Какой досуг он ей может организовать, кроме интернета? А вы подружки откуда? Я одноклассница. Мы просто дружились. Я из Севастополя. Мы вместе учились. Сашу знаю с первого класса. И как вам кажется, какая рядом девушка с ним будет и маме понравится? Увлекающаяся, интересующаяся всем вокруг. Спортсменка, возможно. Всем, это значит всем. Это значит наукой, это значит новостями, всем, что в мире творится. Я не понимаю, зачем в семейной жизни жене увлекаться наукой? Как зачем? Открытая голова, открытое сознание, Роза. Живой ум. Вычились, мне твоей головы не нужно, у меня своя есть. Пускай простая, понимаешь? И вроде меня народ понимает, и вроде тебя народ понимает. И от этого вроде мы обе хуже не становимся. Я не понимаю, зачем эта наука нужна. Разные мужчины, Роза. Ну смотрите просто. Такому мужчине, как Александр, нужна женщина, которой он покажет какую-то статью. И они вдвоем будут в запое это обсуждать. Это огромная часть жизни. Мне правда это очень. И садитесь от дачи на дачу. Это огромное удовольствие. А из одежды, вот, мамина кофта, правда? Ну, а у нас он красота какая сидит. Мамина кофта никогда не будет. Смотрите, ну просто для каких-то простых вещей есть, условно говоря, стиральная машинка и посудомоечная. Человек ведь это больше, ну чем просто стиральная машинка. Ну правильно, она не может прийти в дешевой кофточке за 100 рублей в клуб, который она посещает. Конечно, но... Поэтому ей приходится так одеваться. Покажите сюрприз. Проходите. На самом деле все достаточно просто. Мальчик, значит, да? Да. Ну, большинство мужчин, мне кажется, хотят сына. Давайте представим, что это наш ребенок. И в семейной жизни очень часто бывает так, что родители заняты вдоль и поперек. Он готов к семейной жизни, как мы видим. Нет, он готов, да. Я предлагаю, если у нас будут только две руки свободны, у вас одна и у меня одна. И мы попытаемся просто одеть нашего ребенка. Это ведь не сложно, такая игра просто. Домашний мальчик, семейный, маленький сын. Да, да, мама, здесь-то... Смотрите, я думаю, лучше начать с подписью. Вот эта штука слева. Да, я в курсе. Паргуз, да? Да, да, да. Ребенка сошелью бьет. А вы вообще как скоро хотите детей? Мне бы хотелось в ближайшие два года как-то уже определиться. Ну, надо ее с другой стороны. Да, вот так. Нет, не так. Мне кажется, наоборот. Конечно, наоборот. Ну вот, иначе ребенок потом будет из нее. Он не должен из нее, по крайней мере, какое-то время. Ваш друг больше знает о маленьких... У вас есть братья и сестры? Нет. А у вас, Оля? У меня есть, да, две старшие сестры, но они уже взрослые достаточно. Они старшие, и с ними так поступать не нужно было. Ну, молодцы, справились. Молодцы. Браво, браво, браво. Как вам такой сюрприз-тест? Замечательный сюрприз. Ну, такой веселый подарочек. Выбирайте своего Александра, идите в комнату. Спасибо, да. Сашка, молодец. Слушай, ржачь. Слушай, умница. Вообще. Молодец. Я, честно говоря, не ожидал. Все распашонка, и очень забавно получилось. Александр мне понравился очень. Парень интересный. Видно, что есть о чем поговорить. Но, конечно, к сожалению, а может и к счастью, птицы это разного полета. Спасибо, что вы сказали. Ну, честно говоря, очень глубокий человек, по моему мнению. И многими вещами интересуется. Но я согласна, что они разные. А как вам? Неплохой. Ну, я пока затрудняюсь ответить. Ну, программист. Он хороший товарищ. Пришел с подружками. Он действительно птица другого полета. Он так высоко летит относительно Ольги. Он проживает абсолютно другую жизнь. Интересную, насыщенную. Он любопытный. Он адекватен своему возрасту. И то, что он в семье. Он такой правильный, хороший мальчик. И он никогда не поймет, чего от него хочет Ольга. Абсолютно просто. Пока она ему уже прямым текстом не будет говорить. Слышь, я тебе сказала. Пошел туда с моей подругой. Купил то-то, сделал это. Вот и все. Ну, какое-то время потерпит. А потом ему мама скажет. Уходи от этой Оли. Она плохая девочка. Нет. Он найдет среди своих девушку достойную. Вы не его. Так означает, что она сразу от тебя отекла, что это не ее вариант. По одной простой причине. Потому что ей придется именно доказывать свою мудрость тебе. Понимаешь? А она хочет, вот возьми мне еще. И сразу. Вот правда. Почему именно жена должна заниматься наукой, чтобы поддержать интересы мужа? А почему бы мужа не поддержать интересы жены? Нам нужен тип мужчины метросексуал. Конечно, Саша не метросексуал. О чем говорит? Знаешь, а она где-то права. Ну, это да. Я что, я целиком и полностью за. Я бы Александра охарактеризовала как приятного зануду. Мне его жалко искренне. Мне понравился он. Мне кажется, что как раз, Ларис, не соглашусь с тобой, девушка практически любая при достаточном количестве энергии сможет его, ну, если не заставить, то повести в свою сторону. Беда той девушки была в том, что она вообще никуда не вела, вообще ничего не хотела. Наташка, тебя пожалели. Здесь я не согласна. Абсолютно не согласна. Ну, как же так? Столько лет и до сих пор нет жены. По-моему, он будет пожалеть. Женщина должна выступать таким генератором энергии. Вы все-таки другой типаж. И генерить энергию для кого-то не будете точным. Поэтому нет. Я даже где-то больше завидую, насколько у тебя интенсивная и интересная жизнь. Обычно завидуют мальчики. Почему? Мы тоже с Маринкой завидуем. Да, мы... Я бы столько путешествовала, сколько ты. Виктория Марина, есть достойный жених вашей подружки? Я считаю, что наиболее достойным женихом является Сергей. Спасибо. Вы что скажете? Я считаю, что Петр... Ну что, Петя, девушка понравилась? Да, она мне понравилась. Хорошие глаза такие, что утонуть можно. Значит, Оленька, для начала надо себя спросить, какой муж нам нужен? Нужен ли нам, допустим, любовник, добытчик, друг? К сожалению, в природе редко встречается вот такое соединение. Поэтому на безрыбье рак-рыба предлагаю вариант любовника. Сергей. Ну что, Сереж, как тебе наша невеста? Понравилась вам? Девушка неплохая, интересная, но закрыта. Вы, конечно, не созрели для брака, чтобы быть полноценной партнершей, чтобы отдавать. Вы сегодня только заточены на то, чтобы брать. И единственный человек из всех троих может вам давать. Петр. Намаялся, экспериментировался. Поэтому чем богат, тем будет и рад. Но он вам не подойдет. Поэтому идите к Сергею. Там вы разберетесь. Как ты расцениваешь наши шансы? Наши шансы? Я думаю, все-таки она зайдет именно в нашу комнату. Я тоже так думаю. Будет либо она зайдет к нам, либо она не выберет никого. Ну, сегодня с вашей точки зрения, конечно, не произошло чудо, не распахнул из двери, не вышел некто, кого вы ждали. Вот с тем набором качеств, которые были описаны в ролике вашем. Но мне кажется, что именно Петр мог бы терпеть, именно терпеть тот образ женщины, которой вы являетесь и может быть постепенно вас перевоспитывать. Петя, а шансы как ты свои оцениваешь? Ну, я думаю, что я тоже ей понравился, и я считаю, что у меня шансы неплохие. А если она зайдет? Пойдешь? Да, выйду. Мне кажется, что именно к Петру следовало бы зайти, для того, чтобы друг другу просто приоткрыть завесы какие-то на другой мир. Это не будет продолжительными отношениями, но, наверное, имело бы смысл на сегодняшней программе. В общем, слушайте свое сердце, оно вас не обманет. Мы вас поддержим. Проходите. Вы, похоже, внешне. Это здорово. Я всегда говорю, что это хороший знак. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Очень рада. Ура! Пойдемте. У нас есть пара Ольга и Петр. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся. Спасибо. Удачи.